Добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. У нас конец 2022-го, начало 2023-го года. Хочется многим людям услышать наше видение по поводу того, что мы ожидаем в ближайшем будущем, поэтому на эти новогодние каникулы будет серия видео, на котором мы расскажем про доллары, про золото, про депозиты и про перспективы российского фондового рынка. Сегодняшняя тема, сегодняшнее видео, наверное, самое актуальное. Многих интересует, что будет с валютой. Давайте поговорим, что нам ждать от доллара. Хотите узнать наше мнение по поводу того, что будет происходить в 2023 году с долларом, смотрите обязательно данное видео до конца. Что хочется сказать. Подготовил ряд слайдов, на которые я буду опираться. Вы на них тоже можете посмотреть. В данном случае мы сейчас на графике видим два показателя. Динамика импорта товаров в Россию и динамика внешнеторговой деятельности России год к году. Почему это важно? Потому что многие считают, что центральный банк регулирует курс доллара. Спекулянты регулируют курс доллара. На самом деле ключевым значением для курса доллара к рублю является в первую очередь сальдо торгового баланса. Звучит сложно, но опять-таки давайте попытаюсь объяснить простым языком, что значит сальдо торгового баланса. Когда Россия на международный рынок поставляет сырьевые товары, то что она делает? У нее затраты на добычу полезных ископаемых, то есть металлов, нефти, газа, удобрения, которые мы непосредственно производим, которые за счет природных удобрений и воздействия на эти природные минералы посредством тепловой энергии, газа, производится азотное удобрение, то есть Россия по сути экспортирует, и все эти затраты они несутся в рублях, но продаются они за доллары. И таким образом что получается? Россия продала свои товары на международном рынке и за свои товары получила доллары. Эти доллары возвращаются в Россию и продаются. То есть увеличивается предложение долларов, то есть у нас цена же на товар определяется балансом спроса и предложения, то есть получается продано много товаров России и получено много валютной выручки, и эта валютная выручка продается, и таким образом оказывается давление на доллар, то есть много желающих продать эти доллары, потому что нужно заплатить зарплату, нужно заплатить налоги, ну то есть нужно сделать все затраты, поэтому валюта продается. Но нивелирование, когда эта валюта продается, то есть чтобы цена очень сильно не упала вниз, она должна компенсироваться импортерами то есть компании которые привозят в россию импортные товары что происходит да у них наоборот затраты в валюте потому что они товары закупают в валюте но продают в рублей получают рублей и поэтому получается что когда соблюдается баланс между объемом экспорта и объемами импорта то курс долларов некий такой равновесный почему у нас вот очень до недавнего времени работала вот эта взаимосвязь если цена на нефть растет рубль укрепляется если цена на нефть падает то рубль тоже падает вот именно зависимость такая потому что получается цена на нефть выросла в долларах получили больше валютной выручки продали больше количества валюты а импортеры не поглотили этот объем и поэтому трубы начинают укрепляться и наоборот что произошло в 2022 году 2022 году произошло резкое сокращение импорта иностранные компании покинули россии проблемы с валютой в принципе как таковой стали да то есть начали блокировать по свифту да очень многие банки были заблокированы и поэтому у нас в 2022 году мы увидели следующую картину мы увидели резкое падение импорта ну то есть вот на графике видно что у нас произошло резкое падение импорта ну то есть вот здесь видно как бы доля китая доля других стран но сейчас стало восстанавливаться наряду с этим произошел рост цен на сырьевые товары цена на нефть выросла цена на металлы выросла и на следующем графике динамика внешней торговли мы видим что экспорт у нас снизился да он снизился экспорт тоже в принципе упал мы начали меньше продавать газа мы начали продавать меньше нефти за меньшие деньги мы начали продавать но импорт свалился еще сильнее и это привело к тому что рубль соответственно нас укреплялся в период что мы наблюдаем настоящий момент что мы наблюдаем уже к концу 2022 года к ноябрю декабрю месяц у нас происходит восстановление импорта а экспорт продолжает падать плюс установили предельную цену на нефть по которой россию будут покупать плюс соответственно планирует европа ввести ограничение установить предельную цену на газ и о чем мы говорим о том что по сути санкции которые были введены в отношении наших экспортно-ориентированных компаний они еще не сказали значительным образом на россии при этом если посмотреть на следующий график можно увидеть что мы уже сейчас продаем нефть значительно ниже чем она стоит на рынке да то есть сейчас на графике мы видим цену на российскую нефть марки urals красный график это получается в приморске желтый график этого новороссийске то есть мы видим что средняя цена продажи по которой сейчас идет отгрузка российской нефти составляет в районе 40 долларов за баррель и по данным федеральной таможенной службы перечисления в бюджет упали на 48 процентов до 387 миллиардов рублей где следует из данных таможенной службы какие выводы из этого строится что будет запрос на валюту со стороны импортеров потому что импорт восстанавливается этот импорт естественно идет через логистические цепочки через большое число посредников но импорт тем не менее постепенно будет восстанавливаться поступление от внешней торговли будут снижаться будут снижаться поступление от внешней торговли будут снижаться поступление в бюджет сырьевые товары которые мы продаем мы продаем существенным дисконтом и в конечном счете это будет приводить к тому что у нас будет увеличиваться дефицит бюджет уже в ноябре 2022 года министр финансов заявил о том что дефицит бюджета уже вырос в два раза увеличился в два раза несмотря на то что что профицит в торговом балансе в 2022 году был очень высокий. Какие выводы на этом фоне можно сделать? На этом фоне можно сделать выводы, что, скорее всего, доллар будет расти, доллар будет укрепляться. И причиной тому, опять-таки, первое, фундаментальное, это сальдо торгового баланса будет больше импортеров, которые работают, которые будут закупать валюту. Второе, нужно пополнять бюджет. И пополнять бюджет, если номинальное количество долларов, которые вы получаете за продаваемую нефть, будет уменьшаться, то вы таким образом должны постепенно ослабить рубль, чтобы в бюджет поступало то же количество рублей, которое поступало до этого. Поэтому ориентир по доллару может находиться где-то в диапазоне 80-85. Это не будет как-то 7 минут, это не будет прям быстро и резко. Но постепенно, по мере того, как вот эти два графика будут сходиться, то есть импорт будет увеличиваться, а экспорт будет сокращаться, и не дай боже, что импорт еще превысит экспорт, то в этом случае можно ожидать, что доллар может подняться где-то в район 80. Почему я про это говорю, ребята? Очень важно, исходя из этого, не стремиться купить доллары сейчас. Потому что заработать можно совершенно на других историях, заработать можно на других вещах. И в следующих видео, мы запланировали серию видео записать, я расскажу, на чем конкретно можно заработать в этом ключе. Потому что спекулятивная составляющая дохода очень и очень рисковая. Да, при прочих равных условиях за счет валютной переоценки от текущих значений по доллару можно заработать порядка 20-25%. Но на самом деле можно удвоить данную доходность путем других альтернативных инструментов. Об этом поговорим в следующем видео. Друзья, это основное, что хотелось сказать по ситуации с валютой. При этом тоже хотел бы вас пригласить на открытую конференцию MaxCapital, которую мы проводим регулярно, ежегодно в начале года, где определяем стратегию и тактику поведения частного инвестора на российском рынке ценных бумаг. Зарегистрироваться на данную конференцию вы можете по ссылке, которая будет находиться под данным видео. С удовольствием встретимся. Расскажем я, специалисты MaxCapital, Вячеслав Болянов и Никита Сизиков. Мы покажем свое видение, каким образом выстроить свой собственный инвестиционный портфель, как заработать на валюте, какие инструменты являются интересными в качестве инвестиций. И, ну, не побоюсь, наверное, этого слова, такого громкого заявления, мы действительно рассчитываем в 2023 году обеспечить доходность по инвестиционному портфелю, наверное, на уровне 30-40% годовых в рублях. Наши ожидания. Если хотите узнать более подробно, как мы собираемся это сделать, приходите на конференцию, обязательно расскажем. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok